привет давно я не приходила вас снимать чего не выходишь на улицу сейчас только опять судов да что мне некогда прийти даже вас проведать каждый день опять суды знаете друзья на меня произвел какой у тебя живот а кто так много ест что даже там за попой кусок очень много сейчас происходит судов и конечно на меня больше всего произвел впечатление один из последних судов в операционном суде в севастополе то насколько коллегия судей разобралась в этих резонансных делах белогорский суд не мог разобраться и закрыл второе закрытие было то ли за куска мяса по моему или из-за поцарапанного льва я уже точно не могу уже с этими судами каша в голове но вы помните друзья сколько когда пришла рада тушина со своей с командой да сколько они написали предписаний потом пошли это гулять увидели кусок этого не доеденого мяса сказали что это биологические отходы он тоже узлила под лежат такой же кусочек мяса с когда увидели поцарапанного льва надо вам сказать друзья что я в принципе этой съемки не видела съемки именно ветеринаров когда они увидели поцарапанного льва они дали только координаты вы помните и что возле озера стоял лев дали по gps вот эти вот координаты и значит дали предписание что найти тех львов и львиц которые покусали этого льва который стоял по этим координатам но самого видео я не видела олег Алексеевич видел я нет я увидела его вот как раз таки в севастополе понимаете и это настолько смешно было даже я честно говоря была в шоке лев какая-то маленькая царапина на теле то есть я тоже тоже там столько разговоров столько всего думал можно действительно какой-то там чуть-чуть хотя бы поцарапанный там лев или еще что-то царапина друзья он сидит возле любимого озера нашего да пьет воду гуляет ходит судьи я честно сказать когда видели это видео они были в шоке так же как и я наверно они и дочь когда ты читаешь ту хрень которую написали представители вен департамента оба кто к нам пришел кто-то пришел мой хороший бой красивый балбесина к нам пришел любимый да я тебя люблю пока он так привет да только с тобой у нас такие взаимоотношения ну как-то твои просто полосочки не очень симпатичные будут вот и когда я увидел абсолютно здорового хищника то есть это какую надо иметь воспаленную фантазию кто идет на голос кто еще у нас заглядывает да скажи наши все дома давно меня тихо не слышали и самые любопытные ну заходи заходи это я возмущаюсь да заходи абсолютно здоровый лев да какая-то там царапина так извините может обкус поцарапаться или еще что любовный так сказать у техах один зашел все будете заходить левица поцарапала ну а заходи заходи все самое интересное происходит здесь и вот это вот так такую иметь воспаленную фантазию друзья чтобы так возбудиться по этому поводу я и раньше возмущалась этой хрени понимаете и когда увидела и понеслось вот это предписание на предписание и главное никто не хотел или не мог я забраться в этом и только то ты тоже возмущаешься и недавно у нас это да не был но ты тоже возмущаешься правило бомбить что никто до сих пор не хотел не мог я забраться сейчас пришло и вы увидите услышите олег алексеевич обязательно опубликует и будет рассказывать об этом сейчас пришло по по этому суду решение суда 23 страницы друзья ни одна не два вот как обычно 23 страницы списаны по всем пунктам всему дана такая оценка понимаете то есть сразу видно люди захотели разобраться да что же это такое происходит 400 судов с ветеринарами и в основном по этим предписанием какой нанесен ущерб понятно сейчас будут подавать опять вот это возвращать так сказать назад все это опять разбираться по остальным делам там ухар уже до выкосил но ты решил сделать подушку из мяса кто вернет в те нервы которые были потрачены кто вернет закрытие парка что он был шесть месяцев закрыт из них два вот по этой хрени я по-другому назвать не могу как она там спит спокойно товарищ тушина и еще они уже говорила вам возбуждают уголовное дело за оскорбление какое оскорбление за то что в комментариях там написали что-то про нее какое оскорбление люди что видят то и пишут так как они это видят и понимают может быть такая подушка замечательная чтобы никто не уволок люди дают оценку люди не глупые и если бы все было правильно если бы все было по закону как она сидела и говорила это тушина судах олег алексеевич я живу только хочу чтобы что вы значит по правде по закону российской федерации а теперь что у нас получается что алектор алексеевич и жил по законам что подтвердил суд а тогда чем занимались вы госпожа тушина по какому закону вы это все сделали у меня очень много вопросов и на основании этого решения друзья будут отыгрываться все темы азматические предписание на предписание и решение очень много белогорского суда дай бог здоровья всем что не захотели разбираться понимаете я очень возмущена я очень благодарна судям которые действительно мы ведь ну уже прошло семьсот шестьдесят семьсот семьдесят седьмое по моему судебное заседание вчера было я уже стала путаться в них но ведь мы видели много решений суда и сразу видно и бросается в глаза когда это просто вот чек и не захотел или не смог сил каких-то не знаешь своих общественных способностей или настроение еще чего-то по всякому жизнь такая штука может не стой на день человек встал и и вот не стала разбираться знаете как она пришла что у человеку надо другому испортить настроение так и тут это мое предположение я не знаю откуда белогорском суде столько взялось бы хотя чего не знаю я когда догадываюсь да по чью дудку откуда столько решений неправильных решений и это теперь доказывает верховный суд апелляцион коллегии судьи у нас сейчас везде коллегии судьи значит тут захотели разобраться поднять я читала это решение суда как вы знаете как стихотворение как поэму вот настолько все четко просто понятно то есть видно что судьи разобрались полностью все ссылки на все да там могут обжаловать по-моему в течение двух месяцев в калуге так пусть поедут в калуге и пусть обжалуют такое решение суда это не не карток как было это именно суде огромное спасибо друзья я хочу сказать от всех нас от простых людей от сторонников огромное спасибо таким судьям которые ведь решение могло быть и не нашу сторону когда ты видишь это не первое не последнее решение всякое бывает и где-то там и зоопарь безусловно в каких-то ситуациях виноват но когда ты видишь что судьи именно разобрались даже если тебя наказали то по справедливости то эти судьи вызывают уважение но когда тебя закрывают зоопарк с тысячами вот таких животных закрывают за какой-то бред за как будто за то что там кто-то увидел какой-то кусок мяса и закрыть зоопарк или кого-то не нашли не опросили львов и львиц я не помню конкретно не помню что кто-то не нашел львов и львиц которые якобы покусали неизвестно какого льва который стоял где-то возле озера 13 дней назад то тут уж товарищ тушина не обижайтесь на то что пишет вам в комментариях люди у нас миллионная армия сторонников и поверьте мне у них среди них есть и ветеринары и судьи и юристы которые видят читают и понимают о чем идет речь а люди которые не юристы там да не ветеринары они просто чувствуют сердце где правда а где ложь кто честен а кто юрид ищет и подстраивается по чью-то буду ведите себя достойно живите по чести и будет вам счастье и уважение извините что для вы и и